Данная книга является художественным произведением, не пропагандирует и не призывает к употреблению наркотиков, алкоголя, сигарет, нетрадиционным отношениям, педофилии, смене пола и другим действиям, запрещенным законами Российской Федерации. Все герои при пересчете на нашу систему совершеннолетние. Автор и издательство осуждают употребление наркотиков, алкоголя и сигарет, нетрадиционное отношение, педофилию, смену пола и другие действия, запрещенные законами Российской Федерации. Григорий Володин. Газлайтер. Книга вторая. Глава первая. Стоп. Снято. «Да, Аня!» — в ужасе визжит Камила. «Мы стоим друг против друга. Между нами три метра пространства, заполненного порывами бушующего воздушного катаклизма. Вся мебель разрублена в клочья. На кафеле пола возникают все новые и новые царапины и оскалы. Очередной ураган проносится рядом с девушкой, задевает острыми кольцами точенную руку, впрочем, не причиняя ей вреда. Обычно собственная магия безвредна для одаренного. Но смерч врезается в стену. Бам! Во все стороны летят обломки бетона. Один кусок падает в Камилу. Ай! Девушка вскрикивает и падает на колени, схватившись за кровоточащее плечо. Пробуждение — это очень серьезно. А про второе пробуждение так я вообще никогда не слышал. Камила же целитель. Откуда еще воздуху взяться? Что за чит? Я тоже так хочу. О, больно! Кричит испуганная девушка. Стихия вышла из-под контроля и никак не уймется. Вот таксилище! Как я слышал, в таких случаях требуется вырубить пробудившегося, либо дождаться, когда новый дар побуянит и успокоится, выплеснув избыточную силу. Но к Камиле мне не подобраться. А если просто ждать, то досидишь и дождешься, как брюнетки насмерть прилетит куском бетона. Возможно, я мог бы проломить щиты Камилы, а там и принудительно усыпить, но опять палиться. Не хочу я светить свои возможности еще и перед Янеревыми. Хватит мне званых обедов у Соколовых. Хм, девушка плачет, зажимая плечо ладонью. Сквозь пальцы стекают тонкие струи крови. Вылечи себя, дуреха! Я отступаю за колонну посреди зала. Так меня не заденет сноп маленьких вихрей, что брызгает во все стороны. Услышав, девушка хлопает глазами и принимается за лечение. Окровавленная рука подсвечивается белым сиянием. Еще полчаса, и ей можно было бы посмертно даровать премию Дарвина. Целитель умер от потери крови. Такого даже специально не придумаешь. Тут меня озаряет. Здорово быть телепатом. Не надо жаловаться на плохую память. Камила! Кричу, выглянув из-за колонны. Девушка поднимает голову. Сейчас ее заплаканная моська очень сильно напоминает мордашку большеглазого лемура. Лечи себя! Постоянно! Не прекращай! Даже если ран нет, поняла? Помешков она кивает. Руки девушки снова вспыхивают ярким светом. Я же, вздохнув, сажусь на пол спиной колонны. Напрягаю память, и перед внутренним взглядом всплывают десятки ментальных узлов. В правильной очередности наполняю их энергией. Раз, и я уже на втором уровне психического измерения. Астрал. Пространство вокруг заполняет туман эфир, и его белеса и щупальца мягко касаются моей кожи. Вскакиваю и ору. «Эй, твари! Эй, гребаные кракозябры!» Расплескиваю вокруг пси волны для приманки. «Херамборы тупые! Вот он я! Идите и сожрите!» Порождение астрала не заставляет себя ждать. Рыча, хихика, пердя и сморкаясь, уродцы выползают отовсюду. Кто только не приперся. Тут и летающие скаты, и огромные пауки, и даже голые бабы с отвислыми грудями и акулями челюстями вместо человеческой головы. Как только хренотвари появляются в поле моего зрения, я обрушиваю на них всю психическую мощь. Яркие вспышки фейерверков отсвечивают в тумане. Бью и бью. Зорницы молний привлекают новых монстров. Никого не обижаю. Гостям достаются новые залпы. «Сил у меня полно, чудики!» Усмехаюсь. «Ко мне, твари!» «Что я вообще чудю?» Спросите вы. «Там девчонка мучается. Не время зачищать астральную фауну, скажете вы». Просто вспомнил прочитанную историю. События местной Крымской войны. При штурме Севастополя два мощных телепата сражались друг с другом в Астрале. Возник бешеный психический шторм. В это время целители, лечившие бойцов с обеих сторон, попадали в обмороки. Просто ни с чего. Раз и вырубились. Потом уже исследовали этот феномен и выяснили прикол. Дело в том, что целители черпают энергию из внешнего мира и очень восприимчивы к ее колебаниям. В свою очередь, магическая энергия – это результат взаимодействия других видов энергий – электромагнитной, химической, тепловой и психической. Теперь поняли фишку? Я сейчас взбалтываю психический фон, и катаклизм в Астрале отражается на физическом мире. Ну, по крайней мере, так следует из прочитанных исследований. Фух. Наверное, достаточно. На прощание сжигаю еще парочку хихикующих скатов. Эрведерчи, чучела. Нырок обратно в кафе. Туман испаряется. Вокруг снова зал, как после бомбежки. Так, и что тут у нас? Смерчи утихли. Воздушные клинки закончились. Виста ветра не слышно. Выглядываю из-за колонны. Камила стоит, шатаясь. Глаза ее покрываются дымчатой пленкой. Когда она успела вскочить? Ну, хоть рука залечена. Неожиданно стройные ноги подкашиваются, девушка падает. Я едва успеваю подхватить ее за талию и спину. Аккуратно кладу на пол. Да, не... Шепчет она, слабо сжимая мою руку. Тише, тише. Глажу барышню по волосам. Черные пряди, как шелк, мягкие и нежные. Ты молодец. Хорошо справилась. Теперь отдохни, полежи. Девушка прикрывает глаза. Дыхание глубокое. Проверяю пульс. Чуть замедленный. Значит, задремала. Порыскав между обломками, нахожу телефон девушки. Не думая, нажимаю кнопку быстрого набора. Ваше благородие. Гремит в трубке бравый солдатский голос. Это одноклассник Камилы. Она только что пробудилась второй раз. Сейчас лежит в отключке. Кафе-кокетка в центре. Быстрее приезжайте и забирайте свою госпожу. Едем. Лаконичный ответ, а ни капли удивления. За это я и люблю настоящих солдат. Все четко и по делу. Следующие полчаса проходят сумбурно. Сначала приезжает полиция со скорой. Девушку перекладывают на носилки. И тут же прискакивают гвардейцы Янеревых. Быстро отбирают свою госпожу вместе с носилками, пшикнув на мешающихся полицаев. Загружают девушку в фургон. А тут она и просыпается, резко садится и крутит растрепанной головой. Мне видно это снаружи, за дверями машины. Даня! Даня! Госпожа, все хорошо. Мы отвезем вас домой. Нет. Сначала я хочу увидеть Даню. Ультимативно заявляет барышня. Где он? Гвардейцы переглядываются, не понимая, о ком речь. Брюнетка насупливает брови. Я спрашиваю, где он? Ближайшего гвардейца бросает в пот, и мне становится смешно. Тут я, Камил. Заглядываю в распахнутые двери. Тебе лучше? Да. Спасибо. Смущенно отводит девушка взгляд. Ты спас меня. Я знаю точно. Ты сделал что-то, и это помогло мне успокоиться, сбивчиво говорит она. В общем, отец узнает. О Фиткинах тоже. Я должна тебе. Дождись завтра, и все решится. Мы поможем. Хорошо, я подожду. Пожимаю плечами. Лезть против дворян одному мне пока рановато. Сильные союзники не помешают. Кстати, возьми. Там запись допросов. Кладу ей компакт-диск между коленок. Девушка смущенно кивает. Хорошо, что вспомнил. А то бы мои обвинения выглядели голословными. Камила машет ручкой, после чего двери захлопываются. Гвардейцы шустро загружаются в свои машины, и фургон отчаливает. Ну, теперь поглядим, что Еренев-старший напридумывает. На его месте я бы за дочку порвал этих Фиткинах. Тем более, раз дворяне на чести помешаны. Насвистывая рэпчик, я направляюсь домой. Через пару часов за маминым борщом звякает мой мобильник. «Это Камила. Я тут подумала, что сначала хочу лично встретиться с Катей и посмотреть в ее бесстыжие глаза. Потом-то ее, наверное, запрут в комнате на целые месяцы. У главы Фиткиных строгий нрав. Ты со мной, Дань?» «Ладно, давай. Я бы тоже взглянул на эту сучку и сделал бы последнее предупреждение. Этим же вечером. «Алло, Катечка, ну привет, дорогая. Это тебя Камила беспокоит. Узнала?» «Эммм, Камила, привет. А чего это ты звонишь?» «Да так, я тут с Даниилом пообщалась. С нашим драгоценным телепатом. Он мне рассказал очень интересные новости про тебя. Отцу моему они тоже будут интересны, как и твоему. Но прежде чем делиться с кем-то, я хотела обсудить этот пустяк с тобой. Ты как?» «Нет. То есть... Да-да, Камила. Давай сначала сперва со мной. Что бы это ни было. Когда и где?» «Завтра ровно в полдень. Кафе Кокетка». «В Кокетке?» «Именно. Проблема, Катюш?» «Нет. Я буду. Обязательно буду, Камила». «До встречи, Катенька». В этот раз Камила не опаздывает ни на минуту. Даже более того, приходит заранее. Когда я вхожу, брюнетка встречает меня радостной улыбкой, уже сидя за столиком. «Даня, здравствуй». Оглядываю обновленное кафе. Быстро же они. Новые окна, новые столы и стулья. Даже покрытие стены пола зашоркали от трещин и сколов. Камила с улыбкой наблюдает за мной. «Чтобы не быть банальным, я не спрашиваю про молниеносный ремонт. Вместо этого удивляюсь». «А почему больше никого нет?» «Кокетка. Кафе моего рода», — объясняет Камила. «Подумала, что приватная беседа — лучший формат для встречи с Фиткиной». «Хм, понятно». «Вскоре заявляется и последняя сука... сударыня, которую мы ждем. Катя Фиткина. Бледная как моль, взгляд затравленный, верхняя губа прикусана. Подходит неуверенной походкой и садится. Смотрит она только на меня. Я тоже рассматриваю дворянское отродье». «Ничего, такая симпатичненькая. Жалко, что нутро сгнило напрочь. Не внутренний мир, а апокалиптическая пустошь, наподобие той, где я прожил первую жизнь. Иначе бы не поцелала одноклассницы бандита с ножом». «Будешь что кушать, Катенька?» «Весело улыбается Камила. Здесь неплохой макачина». «Катя ничего не говорит, будто столбняк схватила. Смотрит на меня и ждет чего-то. Может, расправы. Хотя у нее наверняка щит. Скорее всего, разоблачение и затем папкиного ремня». «А Даниил с нами побудет». Брюнетка прямо вжилась в роль. «Ты же не против?» «Камила, хватит. Закатываю я глаза. Давай к делу». «Хорошо, Даня». Послушно произносит девушка, мигом стерев улыбку. Она поднимает взгляд на подошедшего официанта. «Мой ноутбук, пожалуйста». Когда приносят агрегат, монументальный, тяжелый, не чета тонюсеньким ультрабуком из моего мира, Камила быстренько включает на нем видеоплеер и поворачивает экран к молчащей Кате. «Сначала посмотри». На весь экран появляется мое лицо с прохладной полуулыбкой. «Всем привет!» «С вами Даня Вещей». «И сегодня мы увидим, что я делаю с выродками, покусившимися на жизни моих близких людей». Как и Камилла, я перевожу взгляд на Катю. Сейчас нам обоим интересна ее реакция на то, что покажут. Фиткина округляет глаза и судорожно вжимается спиной в кресло. «О, да, пошли первые кадры». «А-а-а! Нет! Прошу!» Раздается рыдающий рев из динамиков ноута. «Прекрози!» «Хм, какой нежный!» Вторит оттуда же мой удивленный голос. Всего лишь заставил припомнить забор крови из артерии. «Ну да, десять раз подряд. Ну и что?» «Все равно маловато, чтобы пронять крутого гангстера». «Не надо больше! Прошу!» «Ты прав. Хватит этой пустяковой мелочи. Поищем в твоей голове что-нибудь поинтереснее. Так, что там у тебя?» «О, удаление небных миндалин!» «Больно было?» «Усилим телепатическим ударом?» «Нет, нет, нет!» «Я запрещаю тебе терять сознание. На камеру озвучиваю я внушаемые команды. Ведь зрители должны знать, что происходит в голове допрашиваемого». «А про что мы?» «Ах да, тонзелектомия!» «Давай-ка ты это попробуешь еще раз!» «Ну, поехали!» «А-а-а!» «Хватит!» Вскакивает Катя, отвернувшись. «Надо же, какая впечатлительная особа!» «Хватит!» «Пожалуйста, Камила!» Камила оскаливается с превосходством. «Не нравится тебе, дорогуша?» «Это же не по-настоящему. Телепатическое внушение. Оно не вызывает никаких внешних эффектов, но зато наносит прямой психический урон, приводящий к сильной боли, потере сознания и, возможно, даже смерти. Знойная брюнетка подается ближе к Кате и жарко предлагает. «Хочешь попробовать сама?» «Уверена, Даниил тебе не откажет. Хочешь, Катя?» «Помогите!» Надрывается бандит на экране. Катя сжимается и будто становится меньшим. Девушку колотит дикий мандраж. На лбу выступают капли пота. На блузке на подмышках появляются темные пятна. Но все, что она делает, продолжает смотреть на брюнетку вылупленными карими глазенками, прямо как кролик на удава. «Отвечай, Екатерина!» рявкает Камила. «Хочешь попробовать силу Даниила на себе?» «Нет. Я...» Катя пищит, зажмуривается и прижимает руки к груди. Все ее тело сотрясается из-за бешено бьющегося сердца. Вскинув брови, я смотрю на Камилу. Брюнетка по волче ощеривает ровные белые зубы. «Да ты же настоящая садистка!» «Невольно восхищаюсь эпатажным поведением одноклассницы. Тебе ж в кайф ее ломать!» «А вообще жалости к Кате я не испытываю. Так что пускай ее Камила мурыжет». «А-а-а-а!» «Не только Кате, но и бандиту на экране сейчас очень весело!» «Крики — это хорошо!» Камила поворачивается к ноутбуку и, перекинув волосы за плечо, мотает запись. «Но мы здесь не только ради твоих криков, Катенька!» «Скажи, кто тебя нанял!» Звучит мой спокойный голос. «Флуга Ситкиных!» Мямлит переживший операцию на животе бандит. «Не так!» «Еще раз!» «Слуга Фиткиных!» «Молодец!» «Что там у тебя еще есть?» «А-а!» «Припайка культи к слепой кишке!» «Отлично!» «Продолжаем!» «А-а-а!» Камила ставит запись на паузу и смотрит на однокашницу. Катя молчит, жалко повесив голову. Мандраж прошел, но пухлые губы еще подрагивают. «Итак...» Камила внимательно разглядывает Фиткину. «Мой отец уже в курсе о твоей выходке. Я уговорил его подождать ровно до часа дня. Сейчас час пятнадцать. Значит, он уже подал официальную претензию твоему роду по обвинению в дискредитации меня в частности и всего моего рода в целом». Копия записи с допросом Данила прилагается к письму. «В качестве моральной компенсации отец потребует ваш бетонный завод. Не выполните, мы объявим вам войну. А теперь езжай домой и готовься. Как минимум, твою бесстыжую задницу наверняка ждет хорошая порка». «А нет...» «Постой...» Брюнетка оборачивается ко мне. «Даниил, тебе есть что сказать Екатерине?» «Если только у нее хватит духу поднять голову». Фыркую. Девушка вздрагивает, но вспоминает о гордости. «Кажется, я слышу, как громко колотится ее сердце». Она поднимает глаза и опять начинает трястись. «Больше никогда не смей это повторять». Ограничиваюсь одним предложением. «Пошла вон!» Презрительно бросает Камила, захлопнув ноутбук. Вскочив с места, Катя метнулась к выходу. «Почти бегом, очень-очень быстро». «Итак...» Камила обращает на меня взгляд зеленых глаз. «Данила, не знаю, как тебе, но мне понравился наш дуэт». «Я ничего не сделал». «Ужимаю плечами». «Ты сама ее выжила досуха». Она с намеком стучит ногтями по крышке ноутбука. «Прям ничего-ничего». Полу прикрывает она веки, отчего взгляд, пробивающийся сквозь длинные ресницы, становится загадочным. «Признаюсь, Даня, потому как не люблю ходить вокруг да около», вдруг сменяет тон Камила. «Мне очень понравилось твое хладнокровие, с которым ты так жестко пытал того бандита». «В таком случае заведи ящерицу или змею. Спокойно отвечаю. Они похладнокровнее меня будут». Мой ответ вызывает у нее лишь намек на улыбку. С небывалой доселе внимательностью она осматривает меня с ног до головы, словно над чем-то глубоко задумывается. «Правда? Не обижаешься?» «С интересом спрашиваю». «Обижаться?» Искренне удивляется она вопросу. «Сперва ты защитил мое доброе имя, а потом, возможно, и жизнь». А сейчас так вообще помог провернуть сладкую месть. Пухлые губы подергиваются в попытке оскалиться, но девушка себя останавливает. «Я тебе должна, Даня. Как минимум два раза. Проси о чем хочешь, и я постараюсь это сделать». «Ох, мои старые перепончатые пальцы! Вот так поворот! Первая красотка школы у меня в должниках. Ну и что мне с нее стребовать?» «Дилемма». Глава вторая По пути В итоге спросил я с Камилы... Ничего. Пока ничего. Попридержал услугу. Все же слово дворянке может пригодиться позже. На это брюнетка, понимающий, улыбнулась и сказала, что хорошо, пусть будет так, но от себя она все же сделает еще один подарок. Обещала подыскать мне книги по телепатии и вообще по магии, что найдутся в ее родовой библиотеке. А также гарантировала мне 15% акций бетонного завода Фиткиных. Я этому бонусу только порадовался. Не просто же так Ениревы на него позарились. Значит, стоит того. 15% совсем немного на фоне полной стоимости. Глава Ениревых не должен зажать. И в то же время приличная сумма, наверное. Поживем-увидим. Камила обещала обговорить это с отцом. Как я понял, глава рода еще позовет меня на личную аудиенцию. Ну и славно. На то мы расстались с брюнеткой. «Даня, ты слушаешь?» — отрывает меня от мысли Гриша. «Да-да, завтра едем в Пермь на конференцию». Отвечаю, отгоняя мысли о Ениревой. «Все? Вместе?» — добавляет Света тяжело Дыша. Все трое лежим без сил в раздевалке на дубовых скамейках, широких, удобных, будто специально созданных для валяния после убийственной тренировки. Только что мы отбегали по полигону. Марш-бросок в полной выкладке. Туда-сюда мотали три километра под окрики Степана. Периодически по команде выполняли разные задачи. Как пострелять по мишеням, упасть отжаться и прочие хр... элементы оперативно-тактической подготовки. Мне еще зачем-то впихнули за спину РПГ-7, хотя я ни разу не гранатометчик и все равно палил из валета. Светка бежала наравне с нами. Не знаю, какие там нормативы у царских охотников, но Невзоров оценил нашу беготню на четверку. Потом нехотя добавил с плюсом. Впрочем, тут же компенсировал этот плюс замечанием «Здоровье есть, мозгов бы еще поднабрались». Вот так проходит наше воскресенье. Нет, чтобы в клуб сгонять с девчонками, отдохнуть, повеселиться. А это мысль. После конференции свожу Лену во взрослый ночной клуб. Конечно, она домашняя девочка, я бы другую в девушке не выбрал, но один раз можно. Представляю, как она будет удивленно глазки таращить на игру светотехники и гремящий танцпол. Блин, а она нам вообще нужна, эта конференция? Вздыхает Гриша, поворачиваясь. Света молчит, насупившись. Длинные волосы рассыпались, свесившись со скамейки золотым дождем. Видимо, нужна. Усмехаюсь. Раз вы со Светкой выбили звание одной из лучших работ. А вообще, я без понятия, на кое оно вам надо. Да и при Дякину с Янеревой тоже. Надо, значит, надо. Резко садится Света. Я в душ. И вам советую того же. Пахните, как Боровы. На усталых негнущихся ногах блондинка шагает в сторону женского душа. Приподняв голову, Гриша смотрит ей вслед. Но касательно этих двоих мне лично все ясно. Светка идет в Пермь проконтролировать нас с Леной, а Гришка за ней метнулся, хотя он никогда этого не признает даже себе, наверное. Ибо не по степному обычаю. Казахский мужчина никогда не будет жить под каблуком у жены или матери. В то же время он подобен сказочному герою, который сделает все, чтобы завоевать любимую женщину. И Гриша тоже будет делать все. Ждать, терпеть, бороться. Вот такой вот парадокс. После душа, распрощавшись с друзьями, заглядываю в кабинет к Степану. «Пап, ты домой не едешь?» «Нет». Машет он рукой из-за горы документов. «Мне до ночи сидеть. Тебя Гризли отвезет. Он сегодня свободный». «Окей». «О, Дань!» Вдруг сполошился майор. «Подойди сюда, пожалуйста, пока не забыл». «Есть очень серьезный разговор». Захожу и усаживаюсь напротив будущего отчима. Он отодвигает высокую стопку бумаги и внимательно смотрит мне в глаза. Очень внимательно. Я даже ощущаю себя не в своей тарелке. Опять, что ли, где-то прокололся. В общем, мы с твоей мамой хотим получить благословение Бога для создания семьи и для взаимного согласия в супружеской жизни. До меня не сразу доходит. «Что поделать, нерелигиозный я человек, каюсь». «Обвенчаться в церкви, что ли?» «Именно», — кивает Степан. «И я хотел тебя попросить об услуге, Дань. Можешь стать моим шафером?» «Поражаюсь». «У Степана столько бравых товарищей, с кем он прошел огонь, воду и медные трубы». «Конечно». «Это ведь ты образумил меня, заставил начать снова жить». Благодарно улыбается старый вояка. «Я Ир-то встретил только благодаря тебе и твоим хулиганским выходкам. Так кому держать венец над моей головой, как не тебе?» «Хм...» «Я согласен, конечно». «Для меня это честь, майор». «Серьезно говорю». «Вот и славно, славно». «Радуется царский охотник». «Ну, ступай, а то Гризли ждет же». Полночи провожу в вязании конструкта. Стягиваю вместе привередливые телепатические узлы, которые то и дело норовят развязаться и превратиться в пшик. Но, наконец, выходит «Есс». Не знаю, насколько структура псиклинка идеальная. Ее еще надо насытить эфиром для работы. Велик соблазн сделать это сейчас заодно уж. Но нет. Лучше сначала показать мозговику. А то вдруг я какую-то хрень связал, и еще есть шанс подправить огрехи. А на следующий день, с позаранку, Степан сам привозит меня на школьную стоянку. Иосиф Альбертович уже стоит у дверей пустого фургона и смотрит на нарученные часы. Значит, я первым прибыл. Попрощавшись с охотником, выгружаю сумку с вещами и иду закидывать ее в багажный отсек. «Доброе утро, учитель!» «И тебе, Даниил!» Второй приезжает Лена, а затем уже дворянчики на семейных чайках. Мы здороваемся друг с другом. Придякин с недовольной физиономией оглядывает фургон. «Ох, колымага!» «Камила, я говорил, надо было ехать на личном авто!» «С друзьями веселее!» С белозубой улыбкой отвечает Камила и обращает внимание на мою девушку. «Лена, сядем вместе?» «Извини, я с Дани уже договорилась!» Спокойно говорит староста, не моргнув глазом. «Правильно! С этими дворянками так и надо! А то благородные пиголицы сядут тебе на шею!» «Кремень, Лена!» Девушка уже начала учиться. «Посмотрим, как дальше дело пойдет!» «Ведь со временем понадобится и зубки показывать!» «Хм, хорошо, Елена!» Задумчивым взглядом провожает ее брюнетка. «Проходим, не задерживаем товарищей!» поторапливает учеников Иосиф Альбертович. «Пора ехать!» Внутри жарковато. В итоге рассаживаемся парочками. Мальчик-девочка. Фургон трогается. «Тут есть кондиционер!» Машет рукой недовольная Света. «Включите или хотя бы откройте окно!» Гриша поворачивается к Придякину. «Богдан, сделай, пожалуйста, лед для девушек!» «Не хотелось бы, чтобы радости наших очей мучились, да?» Хмыкнув, Айсман кастует посреди прохода ледяной кол. Сразу посвежела. «Спасибо!» Света улыбается Грише. Казах кивает, довольный как слон. Лена с Камилой тоже благодарят парня, что не очень-то нравится Придякину. «Почему ледышку наморозил я, а лавры достаются калыр?» «Тебе тоже спасибо, Богдан!» Произносит Камила, но без той же теплоты в голосе, что была секунду назад по отношению к Грише. «Спасибо, Богдан!» Поворачиваюсь я к Айсману. «Твоя магия сделала нашу поездку в разы приятнее!» «Но моя вежливая улыбка почему-то его не радует!» «Закройся, умник!» «Эх, что за человек! Прямо не угодишь!» А фургон тем временем уже покинул черту города. Мимо проносится сложная система развязок на имперской трассе. Всего дорога займет где-то пять часов. В середине пути мы делаем получасовую остановку в придорожном кафе, чтобы перекусить и передохнуть. Внутри просторная забегаловка почти пустая. Лишь за дальним столиком сидит группа мужчин с грубыми лицами. Наверное, дальнобойщики. Они оглядываются на нас и очень уж пристально смотрят на наших девчонок. На месте учителя я бы увел своих подопечных детей отсюда и поискал бы другое место перекусить. Но Иосиф Альбертович у нас близорукий и не заметил недоброжелательных соседей. Сами детишки заметили, но они бесстрашные. А я? Я тоже не против небольшого веселья, если оно начнется. Мы садимся за стол, подошедший официант принимает заказ. Посиживаем, болтаем, ждем, когда принесут еду. Дальнобойщики временами зыркают в нашу сторону, особенно на Камилу, но ничего не предпринимают. Неужели обойдется? Я выйду ненадолго. Предупредив, стою и отхожу в туалет. Меня нет буквально пару минут. Умывшись, возвращаюсь к столику. А там уже три мордоворота возле ребят вертятся. «Проблема?» На автомате произношу. Подняв на меня взгляд, Лена едва заметно кивает. Самый огромный здоровяк с бритой головой криво усмехается. «Вы заняли наш столик. Проваливайте детвора». Оглядываясь на бармена, тот, не подавая виду, протирает чистый, без единого пятнышка стакан. Официанты куда-то делись. «Ну, понятно. Братки пожаловали. Настоящие хозяева жизни. Знаем, видели». Преподаватель уже трясется, но поделать ничего не может. Не боец человек, бывает. «Тут полно свободных столов», — спокойно говорит Гриша. «Сядьте за любой». Ближайший к нему бугай качает головой. «Не пойдет, мальчуган, мне нравится и этот. Так что вы, парни, свалите, а девушки останутся». Он зыркает на Камилу и чуть ли не облизывается на ее выпуклые, как бока эростата, достоинства. «Особенно ты, черненькая». «Камила», — холодно произносит Богдан, а уж в чем-в чем, но в холоде он смыслит. «Этот смерть оскорбил тебя. Разреши постоять за твою честь». Брюнетка элегантным жестом подносит сложенную салфетку к губам, затем берет стакан с водой и отпивает маленький глоток из него. Все это время мужчины смиренно ждут. Бугаи судорожно следят за ее глотками. Прямо колдовство какое-то. «Богдан, пускай за меня Даниил заступится. Вдруг придумывает эта чертовка. Он уже на ногах. Ему проще. Да и он сможет обойтись без похабного мордобоя. Она поднимает свои ведьмовские зеленые глаза на меня. Ведь так же, Даниил? Безусловно. Я усаживаюсь на свое место рядом с Леной и комфортно пододвигаю стул к столу. Оглядываю пустую, не считая графина с водой скатерть. Официант не торопится с заказом. «Куда ты пропал?» Вздыхает Гриша. «Позовите, пожалуйста, его». Поднимаю взгляд на Громилу. «Скажите, что мы ждем заказ». «Ха-ха-ха! Вы слышали?» Ржут его дружбаны. «Костян, ну че, попрешься по указке пацана?» «Эй, Костян, ты куда?» Мозг дальнобойщика прошивает псионический выстрел, и он послушно топает в служебную комнату. Остальные два бугая удивленно смотрят ему вслед. «Отлить, может, пошел?» «Кретины, что сказать?» «Все еще не доходит». «Ладно, щенки, по-хорошему вы, видимо, не понимаете». Они сжимают горильи кулаки. «Сейчас мы вас научим уважать старших». Я поднимаю указательный палец, и оба здоровяка замирают. Один с поднятым кулаком для замаха, другой с раскрытым ртом и высунутым языком. Прямо композиция «Будь бабуином, непобедимым». «Что ты с ними сделал?» С любопытством спрашивает Камила. Бурюнетка пристально осматривает истуканов с головы до ног. Все ей интересно. Хотя и она сама меня тоже волнует в какой-то мере. Девочка-имба как-никак. Целитель и воздушник в одном лице. Может ли у этой крошки случиться и третье пробуждение? Управление сознанием. Пожимаю плечами. Я закрыл им разумы, что для стороннего наблюдателя может показаться остановкой времени. «Не выпендривайся, умник!» Скидывается Придякин. «Выпроводи этих остолопов уже вон, пока я не превратил их в куски льда». «Не придумывай, Богдан!» Фыркает Света, сложив руки на столе. «У тебя всего лишь первый уровень воина-мага. Ты в жизнь не заморозишь живые ткани. Раз уж я третий уровень, не могу воспламенить человека. Все, на что хватит твоих сил проткнуть этих индивидов ледяными пиками». «И забрызгать здесь все кровью, когда мы собирались обедать?» Хмурится Камила со всей строгостью, посмотрев на Айсмана. «Богдан, я о тебе была лучшего мнения. Хотя бы считала, что ты не лишен манер». «Да я... я вовсе не собирался», — оправдывается побледневший дворянин. «А раз не собирался, с коварной улыбкой подводит черту Камила, то и обсуждать здесь нечего. «Даниил, выпроводи, пожалуйста, сударей с наших глаз». «Чертовка! Уже жалко ее будущего мужа. Она из него такие веревки будет веять. Особенно, если не повезет придякину. У бедного Айсмана вообще нет никаких шансов. Но дальнобойщиков я никуда пока не вопроваживаю. Лишь отвожу в сторонку, дабы не фанили. Дожидаемся третьего товарища, который идет позади напуганного официанта с заказом. Тарелки на подносе чуть ли не ходят ходуном. Бедняга вообще не понимает, что происходит, но блюдо принес, Громила ведь настоял. «Ваши заказы?» «Дамы и господа». Официант расставляет наш обед. «Я больше вам не нужен?» «Можете идти». Взмахиваю рукой, и он мигом испаряется. «Схорострельный!» Фыркает Гриша. «Кстати, бармен тоже запропастился». Подмечает Света. «Ну, здесь и обслуживание, скажу я вам». «Даниил, теперь, думаю, можно и от зрителя избавиться». Напоминает Камила о своей просьбе. «Теперь можно». Отправляю дальнобойщиков прочь. В голову им впихиваю желание поскорее убраться отсюда. «Приятного аппетита всем!» Неожиданно голос прорывается у нашего преподавателя. «Сударе и сударыне, вы сможете есть после такого происшествия?» Я с недоумением на него смотрю. «А, не волнуйтесь, еда не отравлена. Я проверил сознание официанта». «Я не об этом!» Качает головой учитель, сам не притрагиваясь к еде. Тут в игру вступает Лена. «Иосиф Альбертович, нам всем нужны силы. Ехать еще долго, прибудем поздно. И неизвестно, сможем ли отыскать хорошее заведение рядом с общежитием». Аргументы возымели эффект. И учитель нехотя берется за столовые приборы. Некоторое время слышно только тихий стук вилок и ножиков. Когда заканчиваем, официант сам появляется и уносит тарелки. Просим счет и расплачиваемся. Я беру на себя расходы Лены, за что меня награждают смущенной улыбкой и тихим спасибо. «Кажется, я поняла, что парням больше всего нравится в девушках». Произносит Света в сторону после того, как посмотрела на нас. «Беспомощность. Скорее уж, воспитанность. Ставлю ее на место, а то опять начала зарываться. Ну что, раз все закончили, может, пойдем? Дорога не близкая. Когда мы загружаемся и отправляемся, я скучающе смотрю в окно. Весь завтрашний день займет конференция. Мы с Леной немного выступим, но в основном придется просто смотреть на выступления других. Уныние и тягомотина. Надеюсь, я не умру от скуки». «Итак, что конкретно вы обнаружили?» Спрашивает директор лаборатории Рода Змеевых. «В офисном помещении за большим лакированным столом собралось пять человек. Один в белом халате, трое в деловых костюмах. Антидот!» Вздыхает один из белых воротничков. «На коровью смерть». «На тот штамм, что мы разрабатываем, тоже?» Уточняет один из пары ученых. Директор морщится, словно глотнул паленой водки. «Допустим, он принимает сетеребить черный кожаный браслет часов. Но антидот же еще не выпущен в производство. Кто его придумал? Муравьевы? Коршуновы? Пауковы?» «Пауковы, пауковы», — повторяет директор, вспоминая Геральдику. «Фух, это же мелкий род. У них нет собственного фармацевтического производства». У мужчины появилась надежда. «Может, только маленькая лаборатория, хоть это и неожиданно. Значит, формулу будут кому-то продавать. Это недели переговоров и подписания контрактов. Успеем придумать, как уничтожить сведения». «Господин, уже завтра формула будет передана публичной огласке». Вдруг заявляет костюм. «Что?» «Как?» «И зачем оглашать свои разработки?» «Что за благотворительность?» «Школьная конференция, господин». «Антидот разработала участница Кира Паукова», — объясняет подчиненный. «Поэтому мы узнали о ней только сейчас. Наши промышленные шпионы даже не смотрели в сторону школ. Их вниманием больше завладевали корпорации и лаборатории других родов». «Да что вы мне заливаете?» Вскрикивает директор. «Как сложный антидот могла придумать школьница, ваша мать?» «Ей хватило навыков. Это все, что мы знаем. И она замотивирована. У нее мать умерла от коровьей смерти». «Ладно», — отмахивается директор. «Вы проверили? Этот антидот точно рабочий?» «Да, господин». «Теоретически это может сработать. Риск стоит вмешательства». «Где сейчас эта Паукова? Ее можно незаметно убрать?» «Боюсь, что в этом нет большого смысла. Диск с проектом уже передан в архив Академии прикладных проектов. Нужно убрать не только автора, но и ликвидировать диск и уничтожить серверы, чтобы наверняка». Директор задумывается, пальцы дергают ремешок кожаных часов. «Мысль дельная». «Тогда надо действовать, когда Паукова уже будет в Академии. Что это вообще за учреждение?» «Пермская Академия прикладной магии, господин». «Мелкое образовательное учреждение. Живет на продаже собственных проектов. Обучаются только простолюдины. Преподавательский состав тоже лишен благородных представителей». «Шарага, значит?» «Таких не жалко». «Устройте видимость теракта. Убейте немного народу. Требуйте освободить Кавказ. Что угодно, чтобы не подумали на Змеевых». «Вы в этом, Дубакин, лучше меня разбираетесь». Обращается он к высокому мужчине с мощным плечевым поясом. «Какую группу выбрать для собрания?» «Самую лучшую», — решает директор. «Позовите пастуха». Пусть он отвечает за оперативную работу.